В рамках ППМИ было реализовано множество проектов в населенных пунктах республики. Но об условиях программы и ее возможностях знают не все жители. Для этого в Куяргазинском районе был проведен ряд организационных мероприятий. Консультант программы Азнабай Бадамшин посетил населенные пункты района, чтобы подробнее рассказать людям о ППМИ. В деревне Тимирбаева Советом сельского поселения были заранее обозначены несколько проблем, требующих решения. На итоговом собрании жители определились с наиболее актуальным вопросом. Путем голосования они пришли к единому мнению, что необходимо отремонтировать дорогу. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас дорога хорошая была, ездить нам надо. Как бы школьники ездят, дети на учебу ездят в другую деревню. Поэтому как бы хотелось, чтобы дорога у нас как в городе, не как в городе, но лучше, чтобы было. Большинство жителей деревни пожилого возраста. Но, несмотря на это, они заинтересованы в создании лучших условий для жизни молодежи и ее будущего. Есть дела, которые можно было включить. Но мы выбрали инициативные группы у нас, такие, как активные люди. Поэтому выбрали эту программу. Ремонт дороги деревни Тимирбаева. Вместе с консультантом ППМИ жители определили сумму, которую необходимо собрать с каждого двора для реализации данного проекта. По условиям это 15% от общей стоимости. Оставшуюся сумму при условии прохождения конкурса оплачивает район и республика. Следующим населенным пунктом, который также планирует принять участие в программе, стало село Таймасово. Его и посетили консультант программы вместе с представителем органов местной власти. Одним из основных вопросов, требующих решения, по мнению жителей села, является необходимость обновления водоканала. Для проведения раскопочных работ необходимо экскаваторное оборудование. Нам выгодно приобрести присыпное оборудование, то есть роторную косилку, экскаваторное оборудование. И по той причине, что у нас водоснабжение очень устаревшее. В Китае 80% уже устаревшее. Поэтому ежегодно у нас проблемы порывы, замена труб, замена насоса. Поэтому нам этот экскаватор необходимый нужен. Консультант ППМИ Азнабай Бадамшин подробно рассказал жителям об условиях программы и об эффективности ее работы. Собрав от населения 150 тысяч, можно сделать какой-то ремонт или приобретение на полтора миллиона, так скажем. Данная программа, она добровольная. Хотите, участвуйте, хотите, нет. Это на ваше усмотрение. Для проведения раскопочных работ, ремонта водоканала, жителям пришлось бы вызывать частную технику и оплачивать по часовой тариф. В целом это очень дорого. Участвуя в программе поддержки местных инициатив, село может получить необходимое оборудование и справиться с обновлением водоканала с меньшими затратами. Как выяснилось в ходе совещания, селу также требуются и другие прицепные агрегаты к трактору. Потому что вокруг дороги всегда бывает мусор. Там проволоки или какие-нибудь полиэтиленовые бутылки валяются, они забиваются на эту косилку. А ротор все дробит и удобно. Вот поэтому. И потом кон 10. Кон 10 нужен для сельсовета, для вывоза мусора сельского населения. Потому что у пенсионеров, пожилых людей набирается очень много мусора, если надо будет ввозить. А пожалуйста, если у сельсовета такие техники будут, нам будет легче. Большая часть жителей, присутствующих на совете, проголосовали за покупку необходимого для трактора оборудования. В завершение встречи была сформирована инициативная группа для работы над проектом, оповещения населения и последующего сбора средств при условии победы в конкурсе программы. Последним населенным пунктом, который посетил куратор ППМИ, стала деревня Шабагиш. Ее жители уже принимали участие в программе в 2016 году. Благодаря активной поддержке населения, сельсовету удалось произвести ремонт деревенского дома культуры. В этом году шабагишцы решили снова воспользоваться выгодными возможностями ППМИ. Надо бы приобрести трактор не только на Шабагиш, но и на весь сельский совет. Потому что, особенно в летний период, когда все заняты, эти хозяйства и не могут выделить, потому что у них своих проблем хватает. А тут отдельный человек был бы и работал бы. Надо сказать, что к участию в программе сельсовет подготовился основательно. Среди населения было проведено анкетирование, чтобы выяснить основные проблемы, волнующие жителей. Много было, конечно, вопросов, таких как, например, детские площадки, дороги, водопровод. Но многие, конечно, попросили трактор. Трактор – это такое средство деревни, конечно, чтобы нам и мусор вводить, год экологии, чтобы и обкосы проводить нам было самостоятельно, а не нанимать частных лиц. И вот поэтому мы сегодня решили это собрание провести и услышать уже, на самом деле, что нам выбрать, какую проблему решить. Собравшиеся для обсуждения вариантов проекта практически единогласно приняли решение о покупке нового трактора для деревни. Куратор программы отметил инициативность жителей и то, что практически во всех населенных пунктах люди готовы активно участвовать в решении общих проблемных вопросов. Самое главное – хорошо относятся к данной программе администрации района, глава района. Ахат Явдатыч сказал, на деньги выделим настолько, чтобы получить 100 баллов. То есть по максимальной сумме, что планирует население, администрация поддерживает. Гульнас Филатова, Александр Шевцов, Владимир Кузьмин, телекомпания АРИС.